Народная славянская радио 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 Электронных паспортов, электронных карт, трансгуманистические проекты, разрушение института семьи, то есть введение ювеналки, внедрение ГМО – тоже страшная вещь, ведь Дума, казалось бы, пошла против этого проекта, но вот администрация президента настояла и продавили, и теперь фирме Монсанто дана у нас Зелёная улица. Ну а что касается законов, которые принимаются в последнее время, это вообще дикие законы, которые полностью соответствуют построению нового мирового порядка, тот же безумный проект документов Яровой. Так что, видите, на самом деле у нас идёт построение нового мирового порядка, и то, что сейчас так изменилось отношение, официальное отношение как-то 9.11, только об этом и свидетельствует. То есть как-то так вы перешли от Америки, казалось бы, при чём здесь Америка и при чём здесь Россия, от того, что произошло 15 лет назад, и сразу к нам в Россию получается, что это не просто так где-то там шарахнуло на другом континенте, с другой стороны земного шарика нашего, а это всё как бы так получается запланировано и во всех странах, в частности в России. Не так, что акт 9.11 не в меньшей мере шарахнул по России, может быть даже в большей мере по России, чем по Соединённым Штатам, потому что программа развития России изменилась, и Россия вообще как и Штаты, вообще как капиталистический мир полетела в пропасть ещё тогда, несмотря на то, что несколько лет у нас происходил подъём, вот в начале нулевых годов, ну связан он был в основном с тем, что выросли цены. На нефть дико выросли, ну и надо отдать должное президенту Путину, он всё же кое-какой порядок навёл, но сейчас всё вернулось на круги своя, и Россия катится в пропасть. Значит, тогда я предлагаю так, сначала мы должны всё-таки дать заключение по поводу того теракта, который у всех на памяти, в большинстве случаев на памяти, что же там произошло в 9.11, да, когда упали башни-близнецы или уронили. И потом уже перейти уже к глобальному. Да, потому что вот если мы не разберёмся, что тогда произошло, то мы не поймём вообще, куда катится Россия, куда катятся Штаты, куда катится весь мир, потому что это вот такая отправная точка современной истории. Надо с ней разобраться правдиво и ни на что не закрывая глаза, потому что сейчас у нас люди обо всём боятся говорить, а если мы не скажем правду о том, что произошло тогда, да, 15 лет назад, то мы не поймём то, что сейчас происходит. Итак, значит, я предлагаю на два пунктика развить. Первое, мы охарактеризуем, что произошло тогда, и дальше уже поговорим о глобальном и о России в частности, потому что вот, правильно сказали, если мы не поймём, что произошло там, мы не сможем тогда провести параллели. И сразу хочу отметить, что мы в передаче никого не ругаем там, ни президента, ни кого-то ещё, то есть мы просто говорим факты, вот то, что есть, есть. А там хороший кто-то или плохой, и это, наверное, уже, ну, я в частности не буду разбираться, да, только факты. Мы будем говорить только на языке фактов. Итак, значит, 9-го, 11-го сентября, как рассказывают нам голубые во всех смыслах экраны, вдруг несколько самолётов были угнаны какими-то бородатыми мужичками, говорящие с некоторым южным акцентом, которые якобы по рации связывались с пещерами, где сидел Бен Ладен. И вот они так удачно поднялись, сами взлетели, там перехватили всё, или кто-то сам взлетел, кто-то перехватил, неважно. И вот два самолёта в башню ударили, один упал где-то там в районе Пентагона, чуть-чуть повредив стену, пытавшись пробить, а ещё один где-то там рухнул, якобы там не удалось ничего-то. Вот давайте сейчас расскажем, что там на самом деле было, что случилось, и вот эту тему закроем, рассказав нашим слушателям свою точку зрения. Ну, давайте сначала начнём с некоторых технических деталей. Ну, вот что нам утверждает, что якобы два самолёта летели на скорости около 900 км в час. Один ударил, летя почти горизонтально, верхний этаж, и другой, второй самолёт ударил пониже, причём ударил на таком очень крутом развороте. Вы видели, наверное, как разрушилось здание, разрушились опоры под серьёзным наклоном. Так вот, спрашивается, откуда взяли такое значение скорости? Такое значение скорости взяли, исходя из анализа видеороликов, которые были прокручены по телевидению. Так вот, спрашивается вообще, могут ли самолёты типа Boeing 737 лететь со скоростью 900 км в час и выше на высоте там 200-300 метров? Ну, не могут они лететь с такой скоростью. Они просто развалятся. И вообще двигатели не потянут. Даже если самолёт вошёл в штопор, то это будет предельная скорость. То есть, с такой скоростью самолёты летают на большой высоте. А ведь второй самолёт ещё на такой скорости вошёл в крутой разворот. Понимаете, это вообще совершенно невозможно. А первый самолёт летел практически горизонтально. Вот лететь горизонтально на такой высоте самолёт Boeing 737 с такой скоростью просто не может. Это совершенно исключено. Теперь самолёты вошли в здание как в масло. То есть, без торможения и без разрушения. Даже крылья не отлетели. Всё вместе, вместе с крыльями, как в масло вошло в эти здания. И уже оттуда не вышло. То есть, самолёты не пролетели через здание, просто вошли туда и всё. А ведь на их пути стояли стальные колонны с сечением, если по фотографиям смотреть, примерно таким квадратным сечением со стороной квадрата где-то сантиметров 70, а толщина стали там примерно 6 сантиметров. Это такие прочнейшие колонны, монолитные. И вот эти самолёты, каждый из которых своими крыльями пробили примерно по 40 таких колонн. Ну, это несусветная чушь, понимаете? Что должно было бы случиться с самолётами? Ну, во-первых, он вошёл, ударился в эти колонны. Он должен был бы деформироваться, да? Немножко продеформировав эти колонны, потому что масса самолёта и небоскрёба – это несоизмеримы. А дальше что? Отлетели бы крылья, самолёт бы отскочил назад в деформированном состоянии с отлетевшими крыльями. Ничего такого не было. Значит, самолёт как по маслу вошёл в здание. И вот каждый самолёт протаранил примерно по 40 таких гигантских колонн. Так, понимаете, ведь самое страшное, что даже наши военные эксперты, которые считают себя патриотами, утверждают, что это, понимаете, арабские террористы с таким мастерством научились вводить Боинг-737, что достигли такой огромной скорости. И на развороте под малым радиусом попали в эти здания. Ну, это чушь несусветная. Вот это говорит, понимаете, такой эксперт, как Игорь Коротченко по центральному телевидению. Причём он сам, понимаете, выпускник высшего авиационного училища. Вообще уму непостижимо. То есть, люди, ну, я не думаю, что эти люди не думают. Нет, они просто выполняют заказ и говорят то, что надо говорить. Да, вот я так себя тоже дополню. Я когда-то увидел тогда ещё, увидел, ну, помоложе, в общем-то, был как-то, да, более доверчивый. Мне казалось, ну, надо же, ай-яй-яй. А потом стало разбираться. Мне тоже пришли в голову такие мысли. Ну, ладно, хорошо, крыло, допустим. Крыло вместе с моторчиками туда зашло, допустим. Но ведь самолёт, когда даже высокая скорость, всё равно какое-то торможение есть. Ну, хоть хвостик-то должен был отвалиться. Но куда хвостик-то делся, да, вот так если разобраться. Даже если у него большая скорость. Вот. И потом, ну, самолёты, как правило, это алюминиевые, очень тонкая обшивка. И пробить стальные колонны, будь они там квадратного сечения, двутавровые, там, ещё какие-то, всё равно это маловероятно. Как-то даже пример приводили. Да, причём, бывает, что здесь толщина стали 6 сантиметров в этих колоннах. Да, это всё равно, что муха разозлился на мухобойку, как даст мухобойке дырка, да, вот из этой же сферии. В общем, да, потом такие же вопросы стали у меня возникать. И дальше продолжаем. Вот, так вот, значит, ну, ясно, что официальная версия – это несосветная чушь, обман. Так вот, какие могут быть здесь версии? Ну, во-первых, возникали у разных экспертов такие версии, что это были радиоуправляемые самолёты. То есть, управляли им никакие не арабы, а по программе управляла этим вычислительная машина. Ну, в принципе, да, радиоуправляемые самолёты тогда уже были сделаны, и всё это можно было бы сделать. Ещё какая была гипотеза, что это вообще не пассажирские самолёты, а самолёты-заправчики. Почему? Хотя, в общем, качество видео, которые были сняты регистраторами, конечно, не очень неважное. Там трудно различить детали самолётов. На самолётах вообще не были видны иллюминаторы, и на брюхе что-то торчало. Ну, то ли это был дефект плёнки. В общем, непонятно, что это такое. Было сделано предположение, что это самолёты-заправчики ВВС США, которые были сделаны на базе Боинг-737. Видите, действительно, такие самолёты есть. Ну, и якобы при подлёте таких самолётов сработали датчики, и эти датчики вызвали взрывы вот этих там колонн, сразу в количестве 40 штук. И самолёт вошёл в здание как по маслу. Ну, да, в принципе, такая версия, ну, как, с натягом может как-то работать. Но хотя очень-очень сомнительно. Другая версия была, что самолётов вообще не было, и люди видели голографическое изображение. То есть, вот то, что заснято, это некое голографическое изображение, а тогда уже начала разрабатываться специальная программа по формированию таких голографических изображений в небе, проект «Глубим». Ну, и вот якобы проецировали такое движущееся изображение самолётов. Вот, ну, на самом деле, независимые эксперты в Америке провели опрос свидетелей акта 9.11. То есть, людей, которые находились в Нью-Йорке, близко видели небоскрёбы в момент взрыва. Оказалось, что вообще никаких самолётов не было. То есть, никто не видел самолётов, никто даже не слышал их шума. Понимаете, то есть, самолёты – это вообще мистификация. То есть, эти ролики, по сути дела, это монтаж, монтаж. То есть, вывод такой, что самолётов не было, а ролики – это монтаж специалистов из Голливуда или других кинофирм. На это дело, а не мастера. А если потом смотреть ролики, которые снимались непосредственно вблизи здания, то там на фоне очень такого качественного изображения зданий видны какие-то силуэты, которые влетают в самолёт. Там очень мало места для этих самолётов было отведено. Всё ограничивалось углом зрения этих регистраторов, но там видно, что явно что-то подрисовано. То есть, там вообще грубый монтаж. А вот другие свёмки – достаточно качественный монтаж, который вполне посилен специалистам из Голливуда. Так что, в общем, ничего такого сногсшибательного здесь нет. То есть, самолётов вообще не было, да, и свидетели говорят о том, что вообще никаких самолётов не видели. Да, вот я обратил внимание, первое, что в то время уже снимались фильмы Голливуда, и не только Голливуда, где использовалась полноценная компьютерная графика, как, например, каких-то космических кораблей, так и, например, каких-то доисторических животных. И, в общем-то, смотрелось это вполне правдоподобно. Это первое. То есть, я не исключаю того, что вполне возможно было снять свой фильм с использованием компьютерной графики, где всё это хорошо было показано. Второе. Если мы смотрим, например, съёмки, какие-то случайные съёмки якобы, которые были с Земли, но они не показывали именно подлёт самолёта, то мы можем обратить внимание, что люди идут до момента, пока не произошёл сам взрыв, хлопок наверху, треска и шум и так далее. Они даже не слышали, что там движется. То есть, головы у них опущены, они тут между собой разговаривают. И вдруг резко все вверх поднимают голову, и мы видим, что уже вспышка расходится. То есть, уже что-то там произошло. И вот после этого дикий ужас, и все побежали. Вот это, да, я могу подтвердить, что тоже так же вызывает кучу вопросов. Тут самолёты гудели на такой малой высоте, с такой скоростью. Это огромный гул бы, никто на это не обратил внимания. Конечно, тут самолёты явно подрисованы, явно использован монтаж, явно использована компьютерная графика, которую уже специалисты Голливуда в то время прекрасно владели. И ещё один момент, надо обратить внимание, тоже вы сказали, что когда, к примеру, если что-то взрывается, ну, представимся, вот бьётся что-то от дома, то осколки, по идее, должны уйти в дом, да, и каким-то образом, ну, что-то там внутри дома должно произойти, понятно. Но, во-первых, мы видим, что очень много осколков вылетело, наружу вылетело именно где удар был, как будто бы взрыв был изнутри, это первое. И второе, самолёт, если посмотреть по фотографиям, которые Василий Васильевич в чате очень активно сбрасывает, здесь очень много он уже фотографий иллюстрирующих происходящее сбросил, то в этом случае мы видим, что практически синхронно с другой стороны тоже происходит некий всплеск. Но давайте представим, что, насколько я помню, у пассажирских самолётов в крыльях находится топливо. И не может такое быть, что самолёт вместе с крыльями пробивает всё насквозь, буквально там за секунду, и взрыв, вспышка огненная, где загорается топливо с одной стороны, и сразу же моментально с другой, как будто бы там нет офисных перегородок, как будто там нет крепежа, как будто бы там нет вообще ни железобетона, ничего. То есть он именно пустой домик, вот тогда, да, тогда вспышка здесь, а вспышка сразу там. То есть такое ощущение, что кто-то просто синхронно, ну, вернее, синхронно просто наживает на кнопку, когда-то показывает в фильмах, да, про взрывателей, и взрыв происходит сразу и здесь, и с запозданием там четверти или полсекунд с другой стороны. Вот это очень сильно похоже на такой постановочный взрыв. То есть не может такого быть. Да, да, знаете, такая киношная постановка, действительно. Ну, а теперь, что касается разрушения зданий, то... Да, это тоже не было важно. Да, то тоже надо рассмотреть. Ведь эти небоскрёбы валились практически со скоростью свободного падения, но на что надо обратить внимание. Вот если внимательно посмотреть ролики, видно, что и здания в стороны, и даже вверх с огромной скоростью вылетают, на десятки, даже на сотню метров, вылетают разные предметы, там, балки какие-то, доски, куски мебели. То есть всё летит с огромной скоростью в стороны. О чём это говорит? Что внутри здания, когда оно складывалось, да, произошёл какой-то мощнейший взрыв, который захватил всё здание. Мы сейчас ещё посмотрим, что-то такое было. И ещё очень важно обратить внимание. Вот когда рушилось одно здание, это видно на одном ролике, примерно на первых 30 этажах, когда идёт падение верхних этажей, примерно на первых 30 этажей видно пламя, которое охватывает всё здание. То есть вырывается из земли, то есть откуда-то из подвала, вырывается огромный поток пламени, который всё испепеляет внизу. Но вверху его уже не видно, там уже оно не доходит. Но, понимаете, это примерно на 30 этажей. То есть вот такой гигантский взрыв, который происходит откуда-то снизу. Вот это видно. Ещё там видно, что когда уже падает верхушка, которая как складывается в свободном падении, складывается по собой, вдруг ниже её, она ещё не соприкоснулась с этими этажами, вдруг из этажей где-то выскакивают клубы дыма, как будто такие бух-бух-бух-бух хлопки происходят, как раз когда он сносит здание. Вот это тоже очень часто мы видим. Да, но тут, понимаете, здание-то сносится с помощью термитных зарядов, а здесь вот на фоне этих маленьких хлопков видно пламя, которое охватывает всё внутреннее пространство здания. То есть это никакие не термитные заряды, это гораздо более мощный взрыв. Вот такой поток энергии идёт снизу. Это видно, посмотрите. А может быть там как-то совместили? Потому что ведь когда мы до балок дойдём, там же есть фотографии среза балок. Вот это тоже будет интересно. Да, ну фотографии режутся балки очень просто. Просто вот такой шнуровой термитный заряд взрывается, и он эту балку режет. Тут ничего особенного нет. Я говорю о том, что там шло такое мощное пламя через всё здание снизу. Вот на это надо обратить внимание. Да. Ну и теперь самое интересное. То, что обнаружилось уже спустя год с лишним после разбора завалов. Под зданиями обнаружились гигантские полости. Размером с хороший концертный зал. Овальной формы и явные потоки гранита, подтёки гранита и бетона. То есть картина точно такая же, которая имеет место при подземных ядерных взрывах. Вот что было обнаружено. Значит, на это внимание обратил такой специалист по радиационной защите Дмитрий Халезов. Выложил эти фотографии. Ну и пришёл к выводу, проанализировав все предыдущие технологии, которые разрабатывали Соединённые Штаты, что здания были снесены. Ну, на самом деле взрывчатка, вот эти термитные заряды, они перерезали балки. Здесь обычная технология. Да, вот Василий Алексеевич сбросил тот самый кадр. Видно, как прилетают. Вот они вот здесь. Это обычная технология. Ну, кроме того, внизу в подварах были заложены ядерные заряды мощностью в единицы килотонн. Зачем это делается? Вот оказывается, в Америке была разработана такая технология, которая помогает дальнейшему разбору завалов, потому что весь бетон, все перекрытия, балки просто превращаются в порошок, в труху. И такой завал гораздо проще разбирать, чем ежели бы у нас искорёженные балки, перекрытия, арматуры. Очень сложно разбирать. А здесь всё превращается в порошок, и, видите, за год с небольшим все эти гигантские завалы разобрали. Очень похоже, кстати, вот очень похоже, сейчас ещё, простите, что перевернуваю, потому что очень уточняюще, когда смотрим, и как относятся здания при помощи вот этих термитных взрывов, то мы видим, что здание складывается, но при этом очень много пыли не выделяется. А небоскрёбы, начиная с самых верхних этажей, столько было пыли выделения, что там все кварталы вокруг были забиты просто во все стороны. То есть мелкий-мелкий порошок был, что подтверждает ваши слова. Да, ну и здесь отдельно надо говорить, и об этом немножко попозже поговорим, что, в общем, имеется практически полная схожесть с чем, что произошло при Чернобыльской аварии, или, точнее, диверсии. Там тоже превратились в порошок тысячи, десятки тысяч тонн бетона. То есть их просто не нашли. Они были снесены, унесены вверх, снесены ветром. Там же, понимаете, не нашли саму крышку от реактора и бетонную защиту. То есть она как будто бы испарилась, но не могла она испариться, просто ударная волна разнесла все это в труху, и все это разнеслось потом ветром. Понимаете, вот такая схожая картина с разрушением 9.11. Ну, об этом специально поговорим. Ну, а теперь еще одно событие, которое последовало за разрушением небоскребов, это якобы самолет, который попал в здание Пентагона. Ну, на самом деле, съемки показали, что это был никакой не самолет, а крылатая ракета. Ну, и как показало расследование того же Дмитрия Халезова, были и другие расследования. Самое интересное, что это была советская крылатая ракета, похищенная еще в Советском Союзе, или купленная. Причем это была ракета с ядерной боеголовкой. Ну, ядерная боеголовка, по-видимому, была снята. Ну, вот она пробила там подряд два здания Пентагона, знаете, да? А отверстия там как раз под эту ракету. То есть, ракета советская. Вот зачем это было сделано, тоже мы рассмотрим интересно. Ну, вот на самом-то деле, сведения о том, что в Советском Союзе похищались или продавались наши крылатые ракеты с ядерными боеголовками, таких сведений много. Я напомню недавнее событие с лесовозом Арктик-Си. Помните, ведь его захватила команда массадовцев. И они на этом лесовозе повезли к месту встречи политических деятелей крылатую ракету нашего производства. Советскую крылатую ракету с ядерной боеголовкой. То есть, готовилась провокация покруче, чем 9.11. Но наши специалисты из ГРУ предотвратили этот акт и арестовали этих массадовцев и привезли всю эту документацию, которая у них была. Все, что у них было, привезли на нашу базу ГРУ. После этого, помните, произошел экстренный приезд премьер-министра Натаньягу. Он встретился с Медведевым. Причем с Медведевым он разговаривал очень так резко. И последние его слова были такие. Если будете препятствовать нам, то мы, в общем, разнесем весь мир. Медведев даже опешил после такого заявления на Натаньягу. Но дальше вообще произошло страшное событие. Ведь на базу ГРУ, которая была там в секретном месте, все это было засекречено, напала команда массадовцев. Перебила там наших охранников и уничтожила всю эту документацию. И этот акт остался, вообще говоря, без какой-либо оценки в прессе. Но об этом писали. В общем, было, естественно, совершено предательство с нашей стороны. Потому, что массадовцам передали все эти сведения об этой базе. И они, в общем, совершили совершенно безнаказанно такой акт. Так вот, зачем все-таки была использована советская крылатая ракета? Ну, и как в случае 9.11, так в случае Саркси. Ну, в общем-то, ответ очевиден. В случае, если будет обнаружено, что это именно советская ракета, то обвинить Россию в том, что она поставляет ядерное оружие арабским террористам. Вот вывод достаточно очевидный. Наверное, и в 9.11 тоже это был такой запасной вариант, чтобы еще и вдобавок Россию обвинить в том, что она сотрудничает с арабскими террористами. Еще был еще один самолет. Это уже якобы четвертый самолет был, который захватил заложников, да, помните? И рухнул где-то там в каком-то центральном штате Америки. Ну, вот корреспонденты туда выезжали, увидели какую-то воронку, никаких обломков вообще не было. То есть, это вообще полный обман. То есть, нигде никаких самолетов не было ни в Нью-Йорке, ни в Пентагоне, ни в Центральной Америке. То есть, все полное вранье. Вот такая получается картинка. Да, здесь тоже надо, наверное, еще отметить такие, я не знаю, слухи, не слухи, что за несколько недель до того, как все это произошло с этими двумя замечательными башнями, богатейшие люди всего мира, которые даже в ФОПС не входят, а создавали сами этот рейтинг, они заказывали места в фашемебельном отеле, который окошками своими выходил как раз туда, в ту сторону, для того, чтобы наблюдать эту всю картину. Это первое. И второе, надо учитывать, что там находилось несколько банков и несколько хранилищ. Так вот, никаких драгоценных металлов, никаких драгоценностей из этих хранилищей после развора башен никто не нашел. И мало того, вот у нас в анонсе есть фотография, кто анонс внимательно смотрел, она разделена на две части. В первой части, в левой, находится копия обложки журнала «Об устройство и ремонт», который вышел, этот выпуск был посвящен с 3 по 9 сентября 2001 года. На этой обложке указана фотография этих двух башен-близнецов, летящий воздушный шар, к нему прицеплен большой плакат. Только оригинальные планировки дальше перечеркнуты в круге эти башни-близнецы. Как предупреждение, знак «Стоянка запрещена». И вот как раз мы видим, что на 9 сентября вот это все произошло. То есть, такое ощущение... Да, еще и значок внизу. Надо увидеть, что там находится очень, как сейчас говорят, значок схожий по стилистике с масонским. То есть, там есть молоточек, есть там что-то измеряющее, типа угольничка и так далее. Такое ощущение, что вот это был знак тем людям, которые знают, в чем дело, чтобы они там рядом не находились, а оттуда подальше уходили. Или просто это была издевка о том, что вы потом посмотрите и скажете, какие мы крутые. А с правой стороны вот сама фотография одного из взрывов, которые были якобы с самолета. Вот такая у нас, значит, вот афишка нашего предоставления, анонса была. Это для тех, чтобы поняли, что и к чему. Да, ну а теперь, в общем, когда вы это сказали, можно уже перейти к вопросу о том, кто это все организовал. На самом деле, вот корреспонденты подсчитали, что вот для осуществления этого акта требовалось совместное усилие более сотни организаций в Америке. То есть, они должны были действовать согласованно и в одном направлении, и сохраняя режим секретности. Понимаете, более ста организаций. Значит, кому это под силу? Это под силу только масонству. Потому что это сила такая же, как КПСС в Советском Союзе, которая контролировала все области жизни, все организации, чем бы они ни занимались. Но только в отличие от КПСС у масонства же мораль перевернутая. Это не строители коммунизма, не люди, которые соблюдают там заповеди, понимаете, аналогичные библейские. Это люди с перевернутой моралью. Это преступная организация. Это всемирная церковь Люцифера, которая действительно контролирует всю Америку. К каждую ее организацию. И республиканцев, и демократов, и Пентагон, и АНБ, и Совет национальной безопасности, и ЦРУ, и ФБР. То есть, все контролируется масонством. Причем ведь все организации в мире секретные, спецслужбы, типа МИ-6, МИ-5, МОСАДА, ЦРУ, они, в общем, все имеют масонскую эмблему. То есть, в общем, тут доказывать нечего. Так вот, недавно по этому поводу выступал Андрей Форцев. Он, в общем, сказал так, что ключевая фигура в подготовке акта 9.11 – это Киссинджер. Потому что именно Киссинджер отдавал вот такие последние указания перед этим актом. А кто такой Киссинджер? Киссинджер – это одна из самых зловещих личностей конца XX века и начала XXI. Если почитать книгу «Комитет 300», вы узнаете, кто такой Киссинджер, сколько на нем крови. Это, по сути дела, глава Бнойбрид, и глава теневого правительства Соединенных Штатов. Об этом говорил еще в конце своего правления президент Клинтон. Причем, понимаете, президент Клинтон говорил, что у меня мало полномочий, и я вынужден слушаться команды этого теневого правительства. Это говорил президент Клинтон. Причем, ведь кто такой Клинтон? Мало кто знает, что настоящая-то фамилия Клинтона – это Рокфеллер. Он внебрачный сын одного из старших Рокфеллеров. И вот его продвигали, продвинули до президента. А глава теневого правительства Америки, Киссинджер, он отдает, как известно, команды и Совету по национальной безопасности, и Агентство национальной безопасности, и ЦРУ. И даже над Пентагоном он частично владствует. Но над Пентагоном в меньшей степени. И, в общем, я бы сказал так, что Пентагон не совсем подчиняется Киссинджеру, и это еще как-то спасает мир. Ну, а другим таким главным действующим лицом был бывший министр обороны Ченни, который к тому времени стал вице-президентом. Ну, и теперь кто принимал эту работу в масонах Соединенных Штатов? А принимал глава всего масонства, а это глава клана Ротшильда в то время, Эвелин де Ротшильд, он снял роскошные апартаменты, видовой номер с видом на небоскребы. Но вдали от небоскребов, через Гудзон, понимаете, чтобы принимать работу Киссинджера и его сатрапов. Вот такая, чем он был с женой недавно, поженился. А интересно, где был в это время президент Соединенных Штатов Буш? Значит, он был в детском саду и читал с детьми книжку о козлике. Причем эта книжка была перевернутая. То есть, все видели, якобы, да, Буш читает книжку с перевернутым козликом. Ну, и была такая реакция, что, ну, Буш совсем идиот, ну, что, наркоман, алкоголик, что с него взять? Ну, на самом деле, конечно, это не так. То есть, символика полная, да, везде? Да, да. Буш показывал всем масонам, что все под контролем. Мы знаем, чего идет и как. То есть, конечно, Буш-младший не полный идиот. Ну, да, он бывший алкоголик, это да. Ну, что-то есть, да. Да, да, но, понимаете, это же оккультист в нескольких поколениях. Ведь он член черепа и кости, его отец был членом этой организации. Еще такая вещь, в которую мало кто верит, когда я об этом сказал. Я вот как-то посмотрел на мать Джорджа Буша-младшего, Барбару Буша. Вообще увидел в ней совершенно нечеловеческое лицо. Я думаю, что такое? Как будто бы не человек. Ну, в общем, оказалось, что его мать, вот эта Барбара Буш, это внебрачная дочка главного сатаниста 20 века Алистера Кроули, представляете? То есть, это было еще одним критерием, по которому президентом стал Буш-младший. То есть, это действительно потомственный оккультист и по материнской линии, и по отцовской. Вот так люди слушают и скажут, наверное, ну вы подумайте, а с виду такие милые, приятные люди. А вот таким делом занимаются. А ведь было предсказание-то, Алан Руссо, насколько я помню, он же прям даже снял обращение, как он встречался, и что ему там рассказывали. Да, он встречался с одним из Рокфеллеров, и там прямо говорилось все как бы все. С Николасом, насколько я помню. Да, с Николасом Рокфеллером, он все по полочкам расписал ему, что будет после этого события. Ну, в общем, все так произошло, как говорил Рокфеллер. То есть, все уже было заранее запланировано. Ну, еще вот такое важное наблюдение, это предупреждение об акте, или вот такое программирование будущих событий, которым занимался Голливуд. Причем это было сделано в десятках кинофильмов и мультфильмов. Там уже были вот изображены эти небоскребы рушащиеся, 9-11. Ну, и самое такое известное предупреждение было сделано в фильме «Матрица братьев Вачковских». Да, ну, теперь, как вы узнаете, они уже стали сестрами, да, сестрами Вачковскими стали. Ну, это тоже потомственные масоны, работники. Ну, норма у них, это норма, да. Да, это у них, это норма. То есть, а что там было? Там был паспорт Нео, да, где срок его действия кончался 9-11-2001 года, представляете, да? То есть, на самом деле, фильм «Матрица», следуя своему названию, заложила «Матрица будущих событий». В общем, это не первый такой случай, потому что Голливуд действительно своими фильмами закладывает «Матрица будущих событий», которые дальше происходят. Дело в том, что Голливуд уже давно стал собственностью Бнайбрита, то есть, там командуют Бнайбритовцы. Сценарию пишут люди из Бнайбрита и говорят, что делать, какие фильмы снимать. То есть, если ещё после войны командовали люди типа Диснея, тоже масоны, но традиционные масоны шотландского обряда. Да, они действительно программировали сознание людей, Дисней программировал сознание детей, об этом тоже множество исследований есть. Но в настоящее время идёт уже прямая пропаганда сатанизма Голливуда. Так что положение изменилось, когда там власть захватили Бнайбритовцы. Да, вот сразу сбросили нам фотографию из «Матрицы», где и паспорт вот как раз этим числом там отмечен. Всё сходится, всё замечательно, всё хорошо. 11 сентября, 01. Вот фотография. Да, ну и конечно, вот вы уже только что сказали, Алексей, что в журнале об устройстве ремонта за неделю, там, до 9.11 тоже было предупреждение. Конечно, предупреждения были разные по всему миру. Ну, а об устройстве ремонта – это какой журнал? Журнал для элиты, значит. Элита, безусловно, предупреждалась. Алло, алло, да. Да, 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 я слушаю. Да, ну, ещё известный факт, что небоскребы были застрахованы, и страховку получил такой большой друг Израиля, Ларри Сильверштейн. Огромную страховку получил. Ну, и вот что теперь касается Израиля, об этом тоже много писали. Вот несколько израильских делегаций должны были приехать в тот день в Нью-Йорк и посетить Всемирный торговый центр, но они не приехали. Ещё была раздута в то время такая тема о том, что якобы среди погибших, там порядка трёх тысяч человек, не было евреев. Это совершенно не так. Но на самом деле, в общем, эта тема раскручивалась, и это дело понималось в таком смысле, что они были предупреждены Богом. То есть, Бог не посоветовал ему быть в этом здании. Но потом, через некоторое время, всё же нашёлся один, так его сделали героем. Но на самом деле, евреи там были, причём были евреи даже среди 96 россиян и граждан СНГ, которые там погибли. Причём, 96 граждан там погибли, и среди них было немало евреев. Так что, в общем, это неправильная гипотеза, но её специально делают для того, чтобы как бы вовлечь всё евреистов в этот акт и сделать их соучастниками этого события. Ну, ещё... Здесь надо же только отметить, что неоднократно рядовых евреев, как какую-то разменную монету высшие элиты сионизма, очень легко бросали в агонию под пресс и так далее. Вспомните Первую Мировую и Вторую, там это была разменная монета. Да, конечно, конечно. Которые бонусы просто набирали те, кто это всё устраивал. Кричать, ну вот, видите, евреев бьют, давайте спасать. Я нисколько не хочу сказать, что убивать евреев – это хорошо, и вообще убивать людей – это нехорошо, скажем так. Но то, что это конкретная разменная монета, и Холокост был расключен благодаря вот этим жертвам, которых туда подставляли под пресс, ну, это реальность. И поэтому мы видим, что своих они не жалеют. Вопрос, а свои ли они вообще для них в этом случае. Но это отдельная история. Да, и вот ещё такой факт, который писался в прессе, то есть сразу же, как были разрушены здания Всемирного торгового центра, в Израиле на улице вышли хабатники и устроили пляски. То есть, они праздновали будущее пришествия Мышаха. Значит, как бы это так показало, что Мышах скоро придёт. И они это праздновали. Это было показано по программам телевидения. Так что об этом сейчас не вспоминают, но вот такой факт был. Интересно. Да, ну, а теперь, что касается реакции общественности. Ну, сами понимаете, что средства массовой информации у нас контролируются теми же самыми силами. Так вот, как писала пресса, первым человеком, который позвонил Бушу, ну, извиняюсь, из зарубежных лидеров, выразил ему соболезнования и поддержку в борьбе с международным терроризмом был президент Путин. Утверждается, что он был первым. Так вот, понимало ли наше руководство, чего оно поддерживает? Конечно, понимало, и, безусловно, оно было предупреждено об этом событии. Так вот, спрашивается, могло ли наше руководство в то время поступить иначе? Я могу точно сказать, не могло. Не могло. Ведь дело в чём? Надо немножко в прошлое окунуться. Ведь масонство в СССР было запущено Андроповом. Андропов, как показал Линдон Наруш, был связан с английскими со спецслужбами не 5, а не 6. А это масонские организации. И в то время уже масонство стало проникать в Советский Союз. И был даже сделан клич для работников КГБ. Давайте вступайте в масонство, будем разлагать масонство изнутри. И как бы это были наши агенты в масонстве, будем знать, что происходит. Ну и это уже во всю мощь сработало при Горбачёве. Вот что было такое, что было такое за клич для наших спецслужбистов вступать в масонство. На самом деле, конечно, это была диверсия. Почему? Я вот изучал историю масонства и могу сказать так, что если в масонство на какие-то достаточно высокие посты попадают агенты или предатели, или провокаторы, то они очень быстро обезвреживаются их ближайшим окружением. То есть, это такая система, где шпионство и предательство практически невозможно. И все предатели в масонстве, практически все, взять хотя бы президента Кеннеди, который был там масоном очень низкого ранга, потому что был католиком и так далее. Кого не возьмем. Очень много примеров. Эти люди просто уничтожались. Как только они начинали разоблачать масонство, они сразу же уничтожались. Ну, а вторая важная штука, что это была провокация. Когда человек вступает в масонство, постепенно переходит перестройка его сознания. То есть, с каждым ритуалом, с каждым актом повышения он становится совершенно другим человеком. Он думает уже совершенно по-другому. То есть, проявляется и эгрегриальное влияние, и, конечно, оккультное влияние. Вот от этого никуда не деться. И, в общем, я думаю, ни один человек не может противостоять этому влиянию. Ну, и, конечно, происходит испытание Мамоны. Потому что человек сразу же, который достигает больших высот в масонстве, становится богатым человеком. Ну, и тут уже это тоже работает на перестройку этого сознания. Так что вот этот призыв, который был сделан еще при Андропе, в общем, это, конечно, была провокация, которая стала разлагать наши спецслужбы. Да, я думаю, что теперь, в общем-то, картину очень хорошо вы обрисовали. Я думаю, те, кто заинтересован более подробно изучить, для чего это все делалось, как это все делалось, как сносилось, где что там, кто участвовал и так далее, кто погиб, кто не погиб. Все это уже много раз рассмотрено с разных точек зрения, поэтому, наверное, мы очень хорошую дали такую затравочку, уже все подробно разъяснили, как можно. И теперь уже за вами дело, хотите дальше изучайте, пожалуйста, все открыто. И, наверное, уже переходим ко второй части. Кому это все было надо, уже не с точки зрения Америки, а с точки зрения вообще всего мирового, да, и как это отразилось на нас? Да, ну, надо еще понять, что предшествовало 9.11. Вот я сейчас вам расскажу о том, что, на самом деле, вот диверсия на Чернобыльской атомной станции – это была репетиция будущих событий 9.11. В том, что это была диверсия, я думаю, никто не может сомневаться, если он познакомится со всеми материалами. Были даже у нас слушания в Государственной Думе. Там выступал зампредседатель Госдумы Никитчук, который там человек с 30-летним стажем работы в атомной отрасли. Он прямо сказал, что все свидетельствует о том, что это была диверсия. Об этом же прямо говорил наш знаменитый физик-ядерщик Рев Максимов. Неоднократно об этом говорил. Так что об этом говорила целая группа украинских физиков-ядерщиков в чине докторов наук. То есть, они сделали свое расследование. Эта группа серьезных физиков-ядерщиков тоже показала, что это была диверсия. Но что это было, то ли один из ТВЭЛов был загружен, или несколько ТВЭЛов был загружен высокообогащенным ураном, вплоть до оружейного. Либо же это был специальный заряд, положенный в реактор. Вот здесь можно спорить, что было. Но так или иначе, это был спланированный ядерный взрыв, который вовсе не был связан с каким-то длительным разогревом реактора. То есть, реактор взорвался в достаточно холодном состоянии. Так вот, Лев Максимов, он обращает на схожесть событий в Чернобыле с событиями 9.11. Он отмечает два таких факта. Во-первых, о том, что люди, многие люди, специалисты, люди, которые, в общем-то, имели высокий ранг, оповещали об этом событии заранее. То есть, об этом были оповещены высшие круги Соединенных Штатов и других стран. Ну, и разумеется, когда происходила Чернобыльская диверсия, об этом были оповещены правительственные круги, партийные круги. И второе, на что он говорит, это то, что специально вот на это время и Чернобыльской диверсии, акта 9.11, из работы были выключены практически все спецслужбы. То есть, спецслужбы оказались недееспособными. То есть, это было сделано специально. Но вот к этим двум фактам схожести я отмечу еще такие вещи, на которые мало кто обращает, они теперь уже забыты. Дело в том, что масонство, оно помешано на выполнении пророчеств. Я об этом узнал еще лет 15 назад, когда изучал труды Ньютона. А Ньютон был главным масоном Англии, навигатором приората Сиона. И он с помощью каббалистики расшифровал откровения Иоанна Богослова и книгу пророка Даниила. И он по датам расписал события, которые должны происходить в мире. То есть, которые должно делать масонство. Там были такие вещи, как основание государства Израиль в 1898-1997 году, как призыв евреев возвратиться. Как развязывание Первой мировой войны. Специальное жертвоприношение в виде Первой мировой войны. Жертвоприношение в виде Второй мировой войны. Все по годам расписано у Ньютона было. И все произошло так, как Ньютон планировал. Создание государства Израиль. Все тоже год в год по Ньютону. Ну, а Третью мировую войну Ньютон не говорил, когда она состоится. Ну, единственное, что он писал, что конец мира случится где-то после 2050 года. То есть, еще не скоро. И, как видите, вот эту программу Ньютона масонство выполняло все последующие 300 лет. Причем она была детально разработана в других программах. Например, в программе Альберта Пайка «Трех мировых войн». Причем она вмещала в себя и три мировые войны, и революцию в России. То есть, все происходило по этому сценарию, который приходил из инфернального мира. Вот люди вообще не очень понимают, что это такое. Нам могу сказать, что масонство помешано на выполнении пророчеств. Причем пророчества эти приходят от контактеров. От контактеров-каббалистов, либо других колдунов и оккультистов. А ведь что было насчет Чернобыля? Было пророчества, несколько было пророчеств. В том числе и известное пророчество в Ванге, что должна загореться звезда Полынь. Полынь – это что? На украинском Чернобыль. Так что выполняются пророчества в том числе в Ванге. Наверняка из инфернального мира приходили каббалистам и другие подобные пророчества. Так что они их маниакально выполняют. Но еще что произошло. Вмешательство руководства. И в акте 9.11, и здесь ведь в руководство этим актом вмешивались руководители Америки. Такие, как Киттингер, Ченни и другие. Ну, а в случае Чернобыльской диверсии, ведь команда на проведение так называемого эксперимента на реакторе пришла из Киевского обкома. Это известно. Причем сотрудники Чернобыльской станции говорили, что нельзя выполнять этот эксперимент. Мы не готовы к такому эксперименту. Не знаем, что будет. Так из Киевского обкома им пошел приказ, что если вы не выполните это, то вы будете уволены. Вот они под угрозой Вангелья проводили этот эксперимент. А в свою очередь в Киевский обком и пришел приказ из Москвы. Так что вот, видите, это планировалось на высоком партийном уровне на самом деле. Теперь оба акта сопровождались отвлекающими маневрами. В случае акта 9.11 это были специальные военные учения, когда, так сказать, средства ПВО были отключены. Ну, а в случае Чернобыля это был так называемый эксперимент, который тоже был таким отвлекающим действием, на который можно было бы сослаться и сослаться на то, что произошла авария в результате этого эксперимента. Еще что надо обратить внимание. И там, и там это оккультные даты. Ведь 9.11 это такая известная в масонстве сочетание цифр, я об этом рассказывал, что это означает. Кроме того, дата. Дата – это усекновение головы Анна Крестителя. То есть, это вот такая масонский праздник у них. Ну, а в случае Чернобыля это была еврейская Пасха, когда делается большинство жертвоприношений оккультистами. То есть, дата не случайная. Дата не случайная, конечно. Ну, я уже сказал, что еврейство тоже было предупреждено. Во всяком случае, из Чернобыля и из Киева уже выезд евреев пошел за день только катастрофы. А уже в день катастрофы там было столпотворение на киевских вокзалах. Еще что важно отметить. Что делали хабатники? Ну, как я уже сказал, в случае акта 9.11 хабатники в Израиле вышли с плясками на улицу. Да, праздновали это событие. А вот когда произошла Чернобыльская авария, хабатники устроили праздник в Нью-Йорке. И они сказали, что это произошло чудо, его отпраздновали. И после этого глава хаббата, Менахин Мендельш Нейрсон, вел обряд причащения долларам со своим портретом. Но это описано в книгах Эдуарда Ходеса. Можете почитать. Так что это событие хабатники восприняли как чудо. Ну, и говорили, что это событие сделано с помощью американского доллара. Еще что было. И там, и там, и в случае Чернобыля, и в случае акта 9.11 регистрировался сейсмический удар, подобный тому, который происходит при подземных ядерных взрывах. И там, и там было превращение огромных масс бетонной и металлоконструкции в порошок. О чем это говорит? Что их разрушала ударная волна от этих ядерных взрывов. И еще внимание надо обратить на фотографии разрушенной Чернобыльской атомной станции и разрушенных зданий. Картинка очень похожая. Там наблюдается такая загнутость балок и металлоконструкции, арматуры в сторону внутрь здания. То есть, ударная волна снесла всю центральную часть перегородок, перекрытия, бетона, арматуры. А вот ударная волна плохо затронула боковые части. То есть, центральная часть была вынесена ударной волной. А примыкающие к стенкам конструкции, они просто упали вниз, загнув вот эти металлические балки и перекрытия. То есть, картинка очень похожая. Ну, в общем-то, вывод такой, что и там, и там причиной этой катастрофы или этих диверсий были ядерные заряды. В одном случае заложены в реактор или под реактор, а в другом – в подвалы зданий. Так что, в общем-то, технология схожая. И вот когда еще даже не разобрались про американский теракт, мы их говорим, когда даже еще не разобрались, что же там в конечном итоге произошло, уже были подготовлены обвинения, что это Усама Бен Ладен типа взорвал. Но самое интересное, что в тот день были перекрыты все вылеты, то есть запрещено подъем любых гражданских самолетов, но несколько самолетов все-таки улетело из Америки. Как вы думаете, в одном из самолетов кто был? И в одном из самолетов были близкие люди, как раз родственники Усама Бен Ладена и те, которые каким-то образом с его семьей были связаны. То есть поразительно. Казалось, террорист был назначен, надо было бы всех взять за одно место и удерживать США, как, может быть, заложников, до того момента, как не будет разобрано все. А тут раз, и в этот же день при запрете вылетов этот самолет спокойно улетает из Америки. Да, ну, теперь, я думаю, может быть, там вопросов накопилось. Вопросов много, да, вопросов много. И есть такие вопросы очень жесткие. Опять, политику нас засовывающие. Мы, как уже раньше говорили, мы стараемся политикой не заниматься. Мы все-таки занимаемся исследованием. Но так или иначе, как показывает практика, все равно политику затрагиваем. Итак, реплика в эфир от Владимира Измытьевича. Уважаемые соведущие, в анонсе допущена неточность. Пункт первый, второй – это одно и то же. Американские спецслужбы – это и есть террористы. Ну, то есть, если кто еще не знает, я прочту, что первый пункт, когда был опрос, что же, кто это сделал, это были террористы. Второй – это были американские спецслужбы. И вот как раз Владимир Измытьевич говорит, что нет разницы между террористами, в общем представлениями, и американскими спецслужбами. Ну, вот тут я внесу добавление. На самом деле, в мире главная спецслужба – это Intelligent Service. Это Ми-5 и Ми-6. Это главная спецслужба, которая организовала работу и ЦРУ, и МОСАДА. То есть, на самом деле, надо говорить о тройке ведущих спецслужб, которые работают в одной команде. Ну, иногда они свои цели преследуют, но, тем не менее, это одна система, то есть, ЦРУ, Intelligent Service и МОСАД. Это одна система, которая работает под руководством верхушки масонства. То есть, это все организации чисто масонские. Надо понимать, что и ЦРУ, и ЦРУ не полностью подчиняются президенту США, также и МОСАД не полностью подчиняются премьер-министру Израиля. Ну, и разумеется, Ми-5 и Ми-6 – это вообще совершенно неподотчетная парламенту Великобритании служба. То есть, у них отдельное совершенно финансирование, но это, в общем, отдельный разговор. Еще интересный факт, кто не знает, что есть название ИГИЛ или АСИС в латинской транскрипции. Это первоначальное название МОСАДа. Израиль – Secret Insurance Service, потому что МОСАД был организован Ми-6, и первоначальное название МОСАДа – это Израильская служба Intelligent Service. Потом она стала называться МОСАД. Так что вот, когда говорят про ИГИЛ, надо знать, что здесь напрямую показано, даже не скрывают, кто организовал этот самый ИГИЛ. И руководство ИГИЛ – это офицеры МОСАДа, это всем известно. Но, тем не менее, весь этот ИГИЛ организован этими тремя спецслужбами, совместными усилиями. – Дальше. Олег из Иркутска. Здравия, Сергей Альбертович. Какая версия вам ближе? Первое – подрыв здания строительным способом, направленными взрывами, по несущим узлам строения с умышленным поджогом. И второе – взрывы тактическими ядерными зарядами в Международном торговом центре. Или есть своя версия? Так как таран самолета для такого здания – это как самодробин, это понятно. И поясните, пожалуйста, какая фальсификация была произведена спецслужбами США с Белым домом? Там тоже не похоже на таран авиалайнером. Нет останков, как следует из заявленной версии. Благодарю. Я не понял, Белый дом, что имелось в виду? Может быть, Пентагон? – Нет, он перебуднул с Пентагоном, конечно. Ну, в общем-то, я уже об этом сказал. То есть, имело место и то, и другое. Естественно, имело место промышленный снос здания с специальными зарядами, которые окружали балки и их перерубали, как всегда. Но дополнительно к этому были применены ещё взрывы ядерных устройств в подвалах с целью воздействия ударной волной на все эти конструкции и превращения их в порошок. Для удобства дальнейшей уборки территории. Потому что, я уже говорил, если будут накрученные балки, перевёрнутые, скрученная арматура, то такой завал очень трудно расчищать. Это тоже специальная технология, которая была разработана Штатами ещё в 70-х годах. А что касается здания Пентагона, то, опять же, я сказал, что все данные говорят о том, что это была крылатая ракета, причём крылатая ракета советского производства, которая была или похищена, или куплена у Советского Союза. А вот интересно, ведь Рон Руссо указал, что эти террористы, они вымышлены и будет потом, как Николас рассказывал Рокфеллер, будет потом интересно наблюдать, как бегают по пустыне, по горам спецназовцы, которые ищут террористов, которых нет. То есть, для чего нужно было это всё сделать? Что им нужно было на самом деле Венесуэлу подчинить, на самом деле Ирак, Сирия, Афганистан? Вот это всё продолжить поверхностно, да? То есть, нефть, наркотики, что ещё им нужно было? Такие транспортные пути? Конечно, такие штуки не делаются с одной целью, тут было несколько целей, и я думаю, пойти в Афганистан, в Ирак и так далее, это не главная цель, а главная цель – это завинтить гайки внутри Соединённых Штатов, то есть, двигаться к новому мировому порядку. То есть, были введены специальные акты, полиции даны особые полномочия, введена специальная цензура в СМИ, причём цензура такая удивительная, если кто читал, интересовался, цензура такого рода. Нельзя критиковать Израиль, и ни в коем случае нельзя говорить о том, что Израиль причастен к этим актам. Вот такое наблюдение. Ну, и множество других законов, которые были приняты в Соединённых Штатах с целью завинчивания гайок, тоже произошло и в других странах, в том числе и в России. Так что, главная цель – это, конечно, движение к новому мировому порядку. Ну, к движению новому мировому порядку через войну с терроризмом и через хаос. И одновременно через контроль за гражданами и завинчивание гайок. Я думаю, что здесь есть ещё одна такая цель, которую явно, в общем-то, наверное, кто-то не наблюдает, может быть, её. Но одна из целей – это разрушить более-менее нормальные страны, в которых был порядок, был такой почти коммунизм, когда всё было хорошо и гладко, Ближнего Востока. И превратить людей в такое сообщество полубандерлогов, которым дают какие-то подачки для выживания и показывают, кто их враг. Там ввести какое-то постоянное такое военное действие, чтобы была нищета и чтобы можно было эти массы куда-либо направлять и ими управлять. И надо обратить внимание, что это всё вот так выстраивается как раз вокруг России. Если так вот проводить, так ввести, это как раз регион, который очень близко к России подходит. И вот сейчас один из самых таких объектов, за которые идёт война – это Сирия. Если посмотреть, что там творится, это ужас какой-то. То же самое происходило в Афганистане, то же самое происходило и в соседних странах. Так что много здесь причин, и не только то, что там кто-то говорит, что только из-за нефти. В Афганистане, например, там особой нефти как-то не наблюдается, но при этом именно первый удар был направлен туда, и потом он расползся во все стороны. Беженцы, опять же, те, которые повалили сейчас в Европу, это тоже надо учитывать, что это управляемая, хорошо управляемая масса, которую в дальнейшем можно использовать как головорезов, и они сейчас дисбалансируют ситуацию в Европе. То есть вот это всё надо учитывать. Слабление Европы, угроза России и так далее. Здесь очень-очень хорошо всё рассчитано. Да, и надо ещё помнить о том, что масонство просто маниакально выполняет библейские и другие пророчества. Вот в том числе ведь, что было в Сирии затеяно. Сирия – это место для чего? Для Армагеддона. То есть пришествии Мышаха должна предшествовать именно война в Сирии. Поэтому именно для этой цели туда заманили ИГИЛ, созданный спецслужбами Израиля и Америки. И в том числе им удалось заманить Россию туда, понимаете? Это обязательная такая штука, которая требуется для пришествия Мышаха. Но надо тут говорить ещё о том, что пророчества есть разные. И, скажем, вот было пророчество такого Веленского Гаона Шлома Залмана в конце XVIII века. Он говорил следующее, что когда русские завоюют город Крым, время прихода Мышаха приблизится. А вот когда русские достигнут Константинополя, то Мышах придёт в самый ближайший момент. Вот такое было пророчество. И это пророчество было выполнено Бнайбритовцами. То есть, ведь известно, что за присоединение Крыма к России выступали главные Бнайбритовцы. Киссинджер и главный архитектор нового мирового порядка Бжезинский. Ведь они ещё до присоединения Крыма поддержали эту идею, а потом вовсю поддержали. То есть, это было сделано в рамках выполнения библейских пророчеств. То есть, надо взять Крым, а следующий этап – надо стравить Россию с Турцией. Но этот проект – это не проект хабадовцев. Это проект, согласно предсказанию Веленского Гаона. А он тогда, в 18 веке, в конце 18 века, вёл борьбу с хасидами, с будущими хабадниками. То есть, вот Вильно, Веленский, да, Вильно. Их был один такой центр. Так что, на самом деле, хабадники не признают вот этого Веленского Гаона как пророка. Потому что он их противник. У них был свой проект. Поэтому, как вы помните, когда присоединили Крым, украинские хабадники объявили президента Путина врагом своим. Это известно, да. Но потом была им сделана уступка, и их, естественно, пустили в Крым. То есть, выполняется программа. Надо удовлетворить желанием как бнайбритовцев, так и хабадников. Вот такая штука происходит. Действительно происходит маниакальное выполнение библейских пророков. И если не остановить этих сумасшедших каббалистов, то они приведут мир к полной катастрофе. Вот в свое время Андрей Кураев говорил, что я не понимаю масонов. Ведь они, да, завоевывают мир. Но для чего? Чтобы подцарствовать в течение двух с половиной лет. А потом, что идет кончина мира. Ну, кончина мира, конечно, произойдет значительно дольше. Растянется на десятилетия после ядерной войны глобальной. Но ведь все к тому идет, понимаете? Вот к чему ведет маниакальное следование масонства этим библейским пророчеством. Ну, и другим пророчеством. В том числе, как я уже говорил, пророчеством Ланги. Хорошо. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. В Нью-Йорке 11 сентября было взорвано не два, а три небоскреба. Взрыв третьего тщательно замалчивали. Плюс к этому здание, которое было меньше всего повреждено, рухнуло раньше, чем эти две башни. Что скажете про эти данные? Ну, в этом здании, в третьем здании там были архивы. В том числе архивы спецслужб. Ну, там было много документации, которую надо было уничтожить. Ну, а что касается вот самих зданий. Ведь известно, что работы, подготовительные работы велись во всех трех зданиях. Там проходил ремонт в течение нескольких месяцев перед этой катастрофой. Во всех трех зданиях проходил ремонт. А кроме того, из подвала Всемирного торгового центра грузовиками было вывезено все золото. Тоже известные факты. Да, я как раз на это и указывал. Несмотря на то, что хранилища там были, но золото... Да, это известные факты. Да, и об этом писали корреспонденты, что ремонтные работы проводились. И грузовики все время ходили туда-сюда, в подвал. Да, и много, кстати, выходило фильмов до этого, как грабят какие-то крупные банки, вывозят оттуда. И они очень сильно были похожи вот как раз на эти здания почему-то, откуда все вывозили там самосвалами. Но это отдельная история. В общем, еще раз подтверждаем, что ничего случайного не случается. Все как-то идет по накатанной. Дальше Виталий из Эстонии. Читаю вопрос, но уже, наверное, ответ получили, но зачитаю. Вопрос в том, кому было выгодно взрывать эти башни, то есть какова была цель и зачем взрывать башни. Ну вот, в принципе, об этом мы и рассказываем, и говорим. Так что потихоньку раскрываем эту тему. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Возможно ли подобное представление, что произошло в Штатах, в Москве? Например, взрыв Кремля, так как у нас страна централизованным управлением. И достаточно уничтожить командный центр. И вооруженные силы, а главное, и РВСН, останутся без команды на ответный удар. Тем более, что подрыв Кремля был экранизирован в фильме «Миссия невыполнима-4». То есть мозги населения уже подготовлены. И по какому принципу осуществляется запуск ядерных ракет с наших подводных лодок. И уполномочены ли они в принятии самостоятельных решений при подобных ситуациях? Благодарю. Олег из Иркутска. Ну, я думаю, матрица событий сделана. Но думаю, что такой сценарий крайне маловероятен. Потому что, в общем, его делать незачем. Потому что Россия и так идет в фарватере нового мирового порядка. Единственное, в чем возникают разногласия между западной элитой и нашей элитой, это в том, кому будет принадлежать власть. Потому что наша элита хочет сохраниться. А западная хочет сделать из них таких мелких менеджеров просто. Или вообще их убрать. Так что речь идет об усыновлении полного контроля над Россией без этих менеджеров. Ну, а они хотят, так сказать, сохраниться. Вот такое. Ну, а что касается Москвы, то надо вспомнить взрывы домов в 99-м году в Москве. Ведь причастность наших спецслужб к ним, в общем-то, можно считать доказанным. Я напомню, было выступление Геннадия Селезньо в Думе, который сказал о будущем взрыве, готовящемся взрыве в Алгатонске. Ну, и история, известная история то ли с Сахаром, то ли с Гексогеном. Все это говорит о том, что западные спецслужбы с помощью наших предателей, из ФСБ и других служб, причастны вот к взрывам этих домов. То есть, о взрывах этих домов, опять-таки, люди говорят, что это там Путин планировал. Да глупости это все. Потому что это были такие же каббалистические акты. Я об этом рассказывал. Даты были подобраны по Кабале. То есть, это говорит, что планирование всех этих актов происходило либо из Лондона, либо из Вашингтона. Вот в чате появилась такая просьба озвучить следующую фразу, что организация ИГИЛ, если уж мы о ней упоминали, она запрещена на территории Российской Федерации. То есть, по законодательству, в принципе, мы даже обязаны это произносить. То есть, если произносится ИГИЛ, то надо говорить, что эта организация на территории России запрещена. Благодарю вас, Василий. Да, но надо помнить, как расшифровывается эта аббревиатура. Вот, а по поводу того, что есть, скорее всего, есть такой план по уничтожению российской элиты после того, когда все случится так, как хотят наши недруги, так это, наверное, здесь к бабушке ходить не надо, чтобы кто-то там на картах погадал. Да, потому что достаточно посмотреть на те меньшие по размеру страны и государства, где сначала вот такая появлялась демократия, давали местным людям стать, окрепнуть на ноги, под себя что-то взять, а потом просто так делали, чтобы убирали эту верхушку и все наработанное под себя забирали. И вот, в общем-то, тоже, так сказать, дорожка проторена, уже опробовано неоднократно. Да, ну и потом ведь еще с конца 90-х годов происходит приватизация основных органов России. Знаете, а где они регистрируются? Они регистрируются в сети Лондона. Вот это надо учесть, что идет такой ползучий процесс просто по переводу всех наших государственных служб под контроль Лондона. То есть, если бы, например, вот такая есть игра, если бы я был, например, президентом России, да, и знал, что вот это все уже неоднократно делалось в других странах, ну, наверное, бы я задумался, вот если бы я был президентом, о том, ребята, что-то не так, где-то тут подвох какой-то есть. Наверное, надо как-то с этими ребятами по-другому себя вести и обратить, может быть, внимание на какие-то моменты и изменить, есть, во всяком случае, мне кажется, сейчас есть возможность у нашей страны изменить ситуацию не только в самой стране, но и во всем мире, потому что Россия, она велика и духом, и людьми, и технологиями на сегодняшний момент, возрождение которых мы видим, и ресурсы у нас есть, которые пока мы способны почему-то в большей степени продавать, чем самим использовать. То есть, есть все возможности. Остался вопрос, готовы ли мы вот так взяться и вот этому все, за папу самосов, чтобы там переломать шею, чтобы они к нам больше не лезли? Наша элита к этому совершенно не готова, это очевидно. А ведь что надо делать? Надо просто обратиться к истории России, вспомнить, как у нас готовились революции, как готовились покушения на царей. Все это делало у нас масонство. И Россия сохранилась в 19 веке и не распалась еще в середине 19 века, только благодаря тому, что наши цари, наша охранка, наши спецслужбы вели и прямую, и такую скрытую борьбу с масонством. И несколько раз масонство у нас запрещалось, чем Россия продлевала свое существование. Потому что это скрытая сила, которая ответственна за все войны, за все революции. И если вспомнить убийство Столыпина, ведь он, по сути дела, очень сильно затормозил этот революционный процесс, который нагнетался в России. Ведь последнее его желание было каким? Ведь он готовил государю проект о запрещении масонства в России. И его практически за два дня убили. Ну, убил Багров, случайный человек, которому просто было поручено такое задание. По сути дела, двоюродный брат у него был эсером и масоном одновременно. То есть, по всей видимости, команда этому Багрову оттуда последовала. То есть, вот этот законопроект Столыпин, это был последней каплей, который нарушил терпение масонства. Хотя и до этого были покушения на Столыпина. Ну, а дальше все было по сценарию масонскому. Вы знаете, сценарий трех мировых войн. Ведь правительство Керенского состояло исключительно из масонов. И Керенский совершенно добровольно передал власть Бнайбритовскому масонству во главе с Троцким. А Троцкого финансировал, непосредственно организовал революцию. Глава Бнайбрит того времени, Яков Шиф, тоже известно. То есть, он главный финансист и человек, который назначил Троцкого командовать всем этим процессом. То есть, власть перешла от традиционного масонства в Великого Востока к Бнайбриту. Ну, и, по сути дела, у нас сейчас в стране происходит то же самое. И на Украине идет соперничество двух этих группировок Бнайбрита и Хабата. То же самое назначение Саакашвили в Одессу. Это не просто так, потому что Саакашвили Бнайбритовец. А проект Крымской Калифорнии был разработан тем же Яковом Шифом. Кто не знает, финансировался этот проект Яковом Шифом. Он организовал движение «Джойнт» за строительство Крымской Калифорнии. Так что, в общем-то, вся вот эта борьба, вся эта возня продолжается и сейчас. Ну, вот как раз когда сказали, что элита не готова, их никто не будет спрашивать. И мне кажется, сейчас самый момент осознать тем, которые себя относят к элите, что готовы вы, друзья мои, не готовы вы к этому. Это как стихия. Вот если вы подчиняетесь, если вы не можете устоять, то вас просто снесут за ненадобностью и поставят наше место других. И будет новая элита. Поэтому, если вы не думаете хотя бы о России, то хотя бы подумайте о себе, о своих близких. Ну, пора что-то делать. Пора каким-то образом менять, наверное, мировоззрение и понимать, что в эти игрушки бесконечно играть невозможно. Всем эти игры приходят конец. Да, но, к сожалению, у них глаза закрыты зелеными бумажками. Тут трудно что-то сделать. Да, и вот если уж Столыпина, как ферзя Российской империи, какая-то пешка пришла, убрала, то в этом случае вы не ферзи. С вами еще проще будут разбираться. Поэтому учитывайте это. Учитывайте. Время пришло. У кого прозрение наступит, и себя спасете, и свое окружение, и еще Россия будет благодарна. Нет, ну, значит, будут другие разговоры. Это причем не угроза. Это просто констатация того, что я вижу. Что происходит во всех странах, которые нас окружают. Это буквально разуйте глаза, как говорится, и увидите. Так, дальше. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. Хотелось бы узнать от вас, Сергей Альбертович, готовят ли, по вашему мнению, олиграфические паразиты России себе специализированные укрытия на случай ЧП мирового масштаба? Ну, такие укрытия везде заготовлены. В Америке там целые подземные города. У нас, конечно, гораздо меньше масштаба. Но у нас даже на Рублевке, знаете, есть подземное убежище, где используются там энергетические установки с разрезанных атомных подводных лодок. То есть, все имеется. Имеется там, по сути дела, подземный город под горою Монтаву. Это все давно известно. То есть, у России есть такие убежища, но, конечно, масштабы строительства, которые вели в США, совершенно несоизмеримы с тем, что имеется в России. Там для огромного количества элиты приготовлены подземные города и концлагеря. Такого в России, конечно, нет. То есть, степень сумасшествия нашей элиты меньше, чем в американской. Но хоть это радует. Дальше. Вопрос эфира от Виктора. По Первому каналу показали сюжет о том, что Шойгу был награжден Мальтийским орденом. Это было еще до его назначения министром бароны. Что соведущий думает в связи с этим? Ну, ведь вы понимаете. Я вспоминаю разговор с Юрием Воробьевским, который был как-то показан. Он обратился к Греции, православной стране, и там премьер-министр оказался масоном. И он удивился, как это так в православной стране? Премьер-министр масон. А на что ему этот грек ответил? А где вы видели премьер-министра не масона? Я уже сказал, что масонство захватило у нас спецслужбы еще во времена Андропова. А потом при Горбачеве это, конечно, стало страшным процессом. Так что сейчас без масонства пролезть власть ни в России, ни в какой другой стране невозможно. Ну, ни шагу ступить без них везде. Да. Так, ну, шутка-шутка, конечно, но вот исходя из того, что есть, как-то я уже несколько начинаю подергиваться, глаз у меня подергивается, и думаю, елки-палки, ну, везде ведь на самом деле так, если разобраться. Так, ладно, дальше, дальше смотрим. Про это разобрали. Я Гриша. Вопрос в эфир. Здравия, Сергей Альбертович. Как возможен ядерный взрыв под башней без последующей радиации? И такой же был вопрос, а радиация куда делась? Тоже в чате. Вы понимаете, ведь этот заряд на уровне одной килотонны. Причём вверх идёт ударная волна. То есть, основные продукты ядерного взрыва остаются в подвале. Потом они смешиваются с десятками тысяч тонн бетона и других ошмётку. То есть, основное ядерное загрязнение находится где? Под завалами. Ну, а там через год от него уже почти ничего не останется. Там и дождём вымоет и так далее. То есть, с Чернобылем, где были выброшены десятки тонн урана, это просто несопоставимо. Понимаете, масштаб радиоактивного загрязнения мизерный. Ведь у нас в стране многократно делались подземные ядерные взрывы. Там практически загрязнение нулевое. Ну, потому что очень маленькие заряды, понимаете. Основная часть загрязнения осталась под землёй в подвалах. Так что загрязнение Нью-Йорка было минимальным. Вверх шли не продукты ядерных реакций, а ударная волна вверх шла. Понимаете. Ольга задает вопрос. Сергей Равякович, а на месте обрушения башен построен бассейн с гравировкой фамилий погибших. Какова цель его построения с точки зрения масонства? Какую матрицу они заложили в это? Ну, знаете, ведь масонство специально ставит памятники масонские на том месте, где они уничтожили людей. Это всегда так было, скажем. На месте уничтожения президента Кеннеди стоит памятник. Это обычное дело. Это имеет действительно оккультное значение. Так что ничего странного в этом нет. Хорошо. РУС-76. Вопрос в эфир. Скажите, пожалуйста, у нашего правительства есть контакты с темными мирами? И если есть, то с каких времен? Да ведь понимаете, я давно рассказываю, что на Земле на самом деле идет война не между Россией и другими государствами, не между какими-то военными группировками. Идет глобальная война между видом гомо-сатаникус и видом гомо-сапиенс. Эта война идет на уничтожение вида гомо-сапиенс. На самом деле раса людей – это как бы подвиды, да? А гомо-сатаникус – это уже даже не подвид, это новый вид человека, гомо-сатаникус. То есть, здесь вмешательство нечеловеческих сил. Поэтому я говорю о новом виде. Поэтому этот вид идет войну на уничтожение вида гомо-сапиенс на Земле. Прежде всего, на уничтожение белой расы, потому что из них трудно сделать рабов. На порабощение всего мира, ну и в конечном счете на уничтожение всей жизни на Земле. То есть, это записано в их программах. Я уже тут цитировал слова Кураева, потому что он не может понять сумасшествие масонства. Да, вот они маниакально выполняют эти планы ради того, чтобы какое-то время посарствовать над всем миром. Гомо-сапиенс понятно, а гомо-сатаникус – расшифруйте для наших радиослушателей? Гомо-сатаникус – человек сатанический. Об этом у нас была специальная передача, я долго не буду говорить. Посмотрите, пожалуйста, в программе Славянского радио. Когда-то мы разговаривали, где-то в конце весны, да? Да, специальная передача, да, потому что здесь очень долго рассказывать, а там я все это подробно рассказал, кто-то такие. И как они появились на Земле. Да, и что они делают? Виталий из Эстонии, вопрос в эфир. Хотелось бы услышать предположение, почему тогда до сих пор не случилась ядерная война? Дело в том, что ядерная война планировалась многократно. Несколько раз было так, что ракеты уже стартовали, но какими-то неизвестными силами была нарушена их работа. Об этом много писалось. То есть, идет вмешательство третьей силы. Я думаю, идет вмешательство наших богов, наших предков, которые за нами наблюдают. Если вот обратиться к событиям 9.11 и Чернобыльской катастрофы, ведь и там, и там присутствовало множество ВИМАН, множество летательных аппаратов, которые наблюдали за всем этим действием. А ведь ВИМАН, это, как было расшифровано профессором Чудиновым, на самом деле это летательные аппараты наших предков, наших богов. Так что идет вмешательство, и в экстренных случаях эта сила вмешивается. Это, во-первых, что спасает нас пока от глобальной ядерной войны. Ну, а второе, это то, что, к счастью, Пентагон не полностью подчинен таким людям, как Киссинджер и Обама. И вот Обама действительно планировал ядерную войну, но руководство Пентагона выступило против. То есть, в Пентагоне еще есть драмомыслящие генералы, которые способны остановить развязывание ядерной войны. Хорошо. Следующий вопрос, Дмитрий П. Получается, что лично мы, разумные в скобочках люди, понимающие все, что было сказано в эфире, скобочки закрываются, никак не можем повлиять на все эти события? Конечно, можем. Если бы мы понимали то, что происходит, мы бы обязательно вмешались. Если бы знали, что такое масонство, что такое гомо сатаникус, что таких людей нельзя пускать во власть, конечно бы такого не было. Но абсолютное большинство людей находится в полном неведении насчет этих темных сил. Вот поэтому и такое происходит. Но это не мудрено, потому что все средства массовой информации находятся в распоряжении гомо сатаникус. Так, вопрос от Николая из Воронежа. Здравствуйте. Скажите, в картежной игре «Иллиминаты» есть карта с изображением двух разрушающихся небоскребов? Это и есть подтверждение, что это планировалось? Ведь эта игра появилась раньше теракта. Второй игре можно... Много картины, как вы не разбирались в этом вопросе. И, кстати, убийство Пушкина тоже организовали масоны. Пушкин раскритиковал их в своем произведении. «Домик в Коломне» только в закодированном виде, смысловой ряд. Об этом хорошо рассказывает Зазнобин. Ну, знаете, вот эта карточная игра «Иллиминаты» просто один из таких фактов. Этих фактов десятки. Уже в то время, когда была выпущена игра «Иллиминаты», были выпущены мультфильмы с такими же картинками. Можете проверить. Так что это всего лишь один из фактов. Ну, а насчет Пушкина и его масонства, то на самом деле Дантес и Геккерин... Ну, Дантес вообще был молодой человек, никто. А Геккерин, ведь он был иезуитом, и одновременно масоном. Так что это был страшный человек, и, так сказать, Дантес был его приемным сыном. Ну, вы понимаете, как его использовал его приемный отец. Так что вот такая здесь была раскручена такая головоломка. На самом деле, в общем-то, я думаю, масонского заговора особенно не было. Ну, а просто и Геккерина, и Дантеса в этом деле просто использовали. Так, хорошо. И последний, наверное, вопрос уже зачитаю. Какова от Добрыни, какова роль России в новом мировом порядке? К сожалению, то, что сейчас проводится в России, это полная программа включения в новый мировой порядок. Я уже говорил, практически под всем пунктом. Единственное, что удалось принять в Думе, это закон о запрещении пропаганды половых извращений среди подростков. На самом деле, это свободно пропагандируется у нас и по телевидению, и такие же извращенцы у нас находятся на самых верхах власти. Так что, на самом деле, даже по этому пункту Россия движется к новому мировому порядку. И наше руководство думает, что оно впишется в систему нового мирового порядка и сохранит там свою власть. Это вообще совершенно тщетная надежда, потому что сам новый порядок означает уничтожение всей государственности, всех стран. Установление власти мышаха, установление контроля над всеми гражданами, но через глобальную войну, которая приведет в конечном счете к уничтожению всего человечества. Это прописано в пророчествах, так что насосство маниакально выполняет эти пророчества. И конечный исход, он очевиден. Конечный плачевный исход очевиден. А руководство России пытается вписаться в новый мировой порядок, не понимая, что это ведет и Россию, и весь мир в могилу. Хотел закончить, но все, последний вопрос точно, больше не принимай, друзья, не обижайтесь. Итак, Вестник Богов, называется Олег из Иркутска, написал. Сергей Альбертович, как вы размышляете, в этом году возможно какие-нибудь серьезные потрясения, подобные теракту в США, провокации на войну с Россией, извержение вулкана в Америке и другие события в этом духе? Солью, мукой, водой запасаться? Благодарю. Ну, значит, на последний вопрос отвечаю. Конечно, надо всегда иметь запас самого необходимого, это обязательно. И главное, иметь свой огород, свой домик, деревню, свое хозяйство, это обязательно, на всякий случай. Но что касается... Что он спрашивал, я уже немножко забыл. Ну, вообще какие-то потрясения типа теракта США, провокации на войну с Россией, извержение вулканов Америки и так далее? Думаю, что в ближайшее время нет. Пока удалось избежать войны с Турцией, слава Богу. Потому что Израиль и США действительно планировали стравить Россию с Турцией. Пока это, слава Богу, не получилось. Ну, а я думаю, главные события будут происходить уже в 17-м, 18-м. Ну, вплоть где-то до 22-го года. Потому что по планам масонства, пришествие Мышаха должно произойти в 10-летний период, начиная с 12-го года. Так что все эти события отодвигаются подальше, несмотря на то, что Хаббат провозгласил Мышаха, как и планировалось в 15-м году. Но у них будет свой Мышах, а у масонства будет свой Мышах. Так что они прекрасно друг с другом сживутся. Найдут они друг другу что рассказать. Да, общий язык они найдут. Ну что ж, все, вопросы не принимаем. Здесь интересные реплики, но не буду время на них тратить. У нас в заключении есть традиция, когда говорящий что-либо желает тем, кто его слушает. Вот, пожалуйста, в свете нашей сегодняшней темы, 9, 11, полтора десятилетия лжи, как-то надо подвести итог, что-то хорошее, доброе, вечное нашим радиослушателям пожелать из себя. Ну, я думаю, конечно, впереди времена тяжелые. Но надежда всегда остается, надежда на сохранение России и спасение всего мира. Но для этого нужно приложить большие усилия, все время думать, анализировать и не быть трусами. Вот что я хочу сказать. Благодарю. В заключении от себя я хочу сказать следующее. Неоднократно уже и здесь, в этой передаче звучало, и в других, что нам постоянно помогают высшие силы. Кто-то называет это Господом, кто-то называет это нашими предками, кто-то еще как-то называет, ну, высшие силы. И я от себя, так вот, в заключении, наверное, такую мысль разовью, что спасают наши предки или боги нас до тех пор, пока они понимают, что еще есть кого-то здесь спасать. Так что, друзья мои, все зависит от нас. Куда мы стремимся, то, в общем-то, мы и получаем. Никто не может нас уничтожить, никто не может нас возвысить, кроме нас самих же. Боги только нам помогают в том или ином, в нашем же личном, собственном выборе. А масоны – это всего лишь навсего исполнители. Хорошие, очень прекрасные исполнители, которые очень хорошо исполняют свою роль. Вот надо нам также свою роль хорошо исполнять, понимая, кто мы на этой земле, для чего мы на этой земле и что мы должны сделать. Если все у вас в голове сложится, и вы поймете, куда вы устремлены, в этом случае тогда и поддержат вас и предки, и боги, и многое-много чего другое. И исполнители будут другие уже роли играть. Вот это мы сейчас все дружно должны просто-напросто осознать и осознавше начинать действовать. Без каких-то революций, без каких-то там разрушений, а просто-напросто так, как это было завещано нашими предками. Вот единственный способ, на мой взгляд, вы можете соглашаться, не соглашаться, на мой взгляд, это единственный способ, который сейчас нам дается и, в общем-то, давался всегда. Да, я полностью согласен с этими словами, Алексей, полностью согласен. Ну вот, значит, раз все пришли к такому единомышлению, то нам остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей. 29 сентября 2016 года, это четверг, и по одному из старинных, девятый день, божественного начала, 7525-го лета, вторник. Тема сегодняшнего нашего живого эфира была «9, 11, полтора десятилетия лжи» и автор-соведущий Сергей Альбертович Саль, за что низкий поклон. И, надеюсь, не последний раз мы встречаемся в нашем эфире, и будет еще много интересных эфиров и очень много интересных и, главное, полезных тем. Также я благодарю всех наших радиослушателей, которые так активно участвовали в сегодняшнем нашем эфире в чате Народного славянского радио, задавали вопросы, писали, переписывались репликами, обменивались. Это помогало мне вести эфир и помогало направлять его в ту сторону, чтобы вы хорошо разобрались в этой теме. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Всем добра. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.